Приход зимы синоптики прогнозируют на конец недели сильный снег и наледь в прогнозах погоды уже на пятницу. Пока снег еще не засыпал Киров, общественники начали изучать нормативку по зимнему содержанию дорог. На кону гарантийное обязательство по улицам, которые этим летом закатали федеральные миллионы. Если этой зимой сфилонить на уборке снега, то уже весной дороги вновь придется латать за деньги местного и без того дефицитного бюджета. Ольга Шмырина продолжит. 40 аварий только за утро. Центральные улицы под толстым слоем снега. Из двора без лопаты не выбраться. Год назад Киров уже погрузился в снежную пучину. Снег выпал 9 октября. Власти тогда говорили о стихийном бедствии, мол неожиданно рано пришла зима. И это при том, что еще годом ранее все шло по тому же сценарию. В этом году в мэрии заявляют, неожиданной зима уж точно не станет. Главный по дорогам в городе Вячеслав Симаков наведался к двум крупным подрядчикам. В числе прочих убирать снег и налить с кировских дорог в этом году будут гордормострой и сах. Технику они уже переоборудовали. Машины красиво расставлены в ряд. Вот только об их техническом состоянии по этим кадрам судить сложно. Перед камерой продефилировал лишь мало относящийся к зимней уборке трактор. На дороге этой зимой выведут 170 единиц техники. И из них, выражаясь простым языком, грести снег и подсыпать противогололедные материалы будут 104. Остальные 66 задействуют на погрузки и вывозе снежных масс. Реагентами тоже запаслись. Эта куча под открытым небом среди луж – ничто иное, как песко-соляная смесь. Бионорт разместили на заасфальтированном участке. Если верить надписи на мешках, везли из Перми. Отслеживаем прогноз погоды. Конечно же, при интенсивных и продолжительных снегопадах у нас разработаны маршруты, по которым мы перераспределяем технику и упор делаем на центральные улицы города. Центральные улицы в этом году обделены вниманием уж точно не будут. Общественники, которые все лето следили за качеством дорогостоящих ремонтов на Ленина, Карломаркса и Октябрьском, предмет контроля переквалифицируют в соответствии со временем года. От качества зимней уборки, напоминает один из контролеров Константин Сичихин, зависят гарантийные обязательства подрядчика. Так, те 4 года гарантии на отремонтированные дороги, к которым власти склонили подрядчика этим летом, могут превратиться в ничто. Да, дороги убирались, да, снег вывозился, да, отчеты красивые, все замечательно, да. Но по факту, по факту, мне как автомобилисту казалось, что не справляются. Чтобы опасения опирались не только на ощущения, активисты вновь сядут за парты. В ближайший месяц изучат все нормативные акты, после отправятся в рейды. Будут следить за техникой, чтобы не простаивало и вовремя выходило на участки. Проработают проблему авто, мешающих уборке. Пригласить пообещали и в Рио-губернатора. Вероятно, к тому времени Игорь Васильев уже успеет оценить весь экстрим зимнего Кирова. И уже по сложившейся традиции не останется вдалеке от народа. Давайте я вам помогу, держитесь. Скользко у вас здесь на улице-то? А? Скользко на улице-то. Ой, очень. Не посыпает и ничего. Спасибо огромное вам. Всех прошу, вот куда деваться-то иначе. Опасно ходить по городу? Так, опасно. Вот где как раз вот эти дороги, очень опасно ходить. Это как по минному полю. Потому что никому ничего не надо. Не только наш возраст, но и молодежь вся подскальзывается. Им невозможно ходить. Я не знаю, как травматология работает. Говорят, выходные там очень. Вот видите, а без ваших ручек у молодежи нам даже не подняться и не пройти. Вот так остается только помощь просить. Без таких моментов минувшей зимой не обходилась ни одна съемка на скользких тротуарах. Оттепель смывала песок с пешеходных дорожек. И уже через считанные часы они снова покрывались коркой льда. Тогда впервые за два года в городе был введен режим гололед. Коммунальщики почти неделю были вынуждены обрабатывать тротуары не просто песком, а его смесью с солью и местами бионордом. Помогала с переменным успехом. Конечно, скользко. Ну, видите, она старый человек. Ну, то, что тут никаких условий нет. Ну, как вот выбраться? Она сейчас упадет и опять переломает все. То есть, мы ходить не можем никак. Падаю. Я вот пал, так, мне уже за неделю плечо одевать пальто не могу. Вот как болит. Скользко во всем городе? Конечно, во всем так. Скользко невозможно, это невозможно. Хоть куда идти-то. Без помощи передвигаться по тротуарам, видимо, не придется и в этом году. Больше денег на содержание пешеходных дорожек не стало. Не стало больше и техники для уборки. Между тем, синоптики уже пообещали, эта зима будет очень теплой. Температура часто будет колебаться из плюса в минус. И песок будет вновь вмерзать в талый снег. То есть, толку от него в этом году будет не больше, чем в предыдущем. Переобувать себя и авто. Вот совет, который сегодня можно дать всем без исключения. К концу этой недели Киров окажется в снежном плену. Тогда же можно будет сделать вывод и о готовности к сезону сугробов и наледи. Пока в море обещают, эта зима уж точно не окажется неожиданностью. Ольга Шмарина, Александр Рожков. Информационный канал. Город.